МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Площадка под ударом. От рухнувшего дерева жители одного из рязанских домов до сих пор в недоумении. Поддержали законодательно. В Рязанской городской думе для бойцов СВО продлили действия некоторых льгот по наказу императора. В Рязанском дворце торжеств выставили 40 уникальных фото семьи Николая II. В Рязани во дворе одного из жилых домов прямо на детскую площадку упало дерево. К счастью, все обошлось без пострадавших, но местные жители говорят, что этот сухостой ранее уже признавали аварийным. А теперь дерево упало и до сих пор лежит на детской площадке. Почти неделю. Это двор дома 10 по улице Циолковского. С торца вторая детская поликлиника. По одну сторону от него расположилась Николаемская церковь, по другую музыкальный театр. А через дом префектура Октябрьского района. Казалось бы, в таком окружении падение дерева будет выглядеть по меньшей мере как ЧП квартального масштаба. Но нет, ясень рухнул прямо на детскую площадку. Лежит там до сих пор. Якобы техника приезжала, ворота были закрыты, и они не смогли сюда попасть. Оставьте номер телефона. Хотя номер телефона оставляли. Здесь я со своими детьми гуляю практически три раза в день. Сами видите, сейчас ворота открыты. У нас здесь поликлиника. То и дело выезжает машина, потому что у нас здесь врачи выезжают на выезде. Даже если просто позвонить в любую квартиру, так как мы жители постоянно ждем этой техники, любой житель открыл бы. Упало дерево вечером. По счастливой случайности пострадавших нет. Но есть недовольные. Впрочем, свое недоверие они копят еще с 2021 года. Тогда специалисты Управления благоустройства города осмотрели двор, выявили 18 ясеней с признаками усыхания и приняли решение о вырубке деревьев. Пусть и дописали в официальном ответе, что работы будут идти с опозданием срока. От 6 сентября 2022 года подавали туда заявку и такой прислали нам ответ, что на право вырубки деревьев акт был составлен от 5 июля 2022 года, номер 69, о том, что у них нет времени на нашу 22-го года, а сейчас 23-й. Читаем дальше. 22-й год. Ответ как под копирку. Объем работ большой, заявок много, могут быть задержки по срокам. 23-й год. Спил продолжается. Адресные ориентиры ваши сотрудникам передали. И строчка. Принимаем все меры для увеличения объема работ по удалению сухих деревьев. Может показаться, что опил деревьев вдоль детской площадки уже хороший жест от властей. Но оказалось, что местные жители сумели организоваться сами. Жители, значит, дома 10 сами собрались, получили какое-то разрешение, оно у наших мужчин и мужей. И вот эти деревья, которые были аварийными, видите, они здесь вот так вот спилены где-то наполовину. То есть сами жители, мы начали уже спиливать эти деревья, потому что уже начали бояться за свою жизнь, за жизнь своих детей. Сами бить, да, деревья уже падают. Вот. Нам пообещали, что хотя бы нам пришлют технику, чтобы эти деревья убрать. Но даже и здесь обманули. Не прислали ни технику, все, собственно, ручно убирали. Марина Петрова провела нашей съемочной группе экскурсию по двору. Вот, говорит, аварийное дерево, вот еще одно. Большая часть из них нависает на детской площадке. Но никто на это по-прежнему не реагирует. Видимо, все еще чего-то ждут. Технические вопросы стали основными сегодня на заседании Рязанской городской думы. Были созданы фракции всех партий, чьи представители присутствуют. Кроме того, были уточнены составы комитетов Рязанской городской думы. Важной для общественности темы народные избранники оставили напоследок. Основным вопросом в повестке городской думы стал вопрос поддержки мобилизованных на СВО. Народные избранники единогласно продлили им льготы по земельному налогу, что позволит снизить финансовую нагрузку на их семьи. Предлагается установить меру поддержки граждан, принимающих и принимавших участие в специальной военной операции, а также обеспечивающих и обеспечивавших выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в виде освобождения от уплаты земельного налога. В продолжение темы народные избранники утвердили установку мемориальной доски гвардии полковнику Игорю Николаеву. На фасаде школы номер 41 появится мемориальная доска со следующим текстом. В этой школе с 1991 по 1997 годы учился гвардии полковник Игорь Евгеньевич Николаев. Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества посмертно. В Рязани открыли новый пункт отбора на военную службу по контракту. По поручению губернатора разместили его в здании на улице Каширина. О том, как организована работа пункта, расскажем далее. Желающих служить по контракту в сравнении с летом стало больше почти на 20%. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павлу Малкову начальник пункта отбора на военную службу Дмитрий Зайцев. Глава региона пообщался с сотрудниками и осмотрел функциональные помещения. Есть и комнаты для временного размещения, есть спортивные залы, замечательные столы. В целом, все так сделано очень по-современности. Причем хочу отметить, что в этом же здании располагается и МОФ по предоставлению услуг, и все это работает в едином комплексе. То есть разом можно решить все вопросы, все задачи, все проблемы и уже дальше приступить к выполнению задач. Поэтому я считаю, что такой очень правильный проект. Но сейчас с коллегами поговорили, нужно ли еще что-то. Нет, вот сейчас сформировано абсолютно все для комфортной работы и дальше надо только работать с теми, вполне с поставленными задачами. Павел Малков также отметил, что еще на этапе разработки проекта новый пункт отбора задумывался как учреждение с максимально комфортными условиями для тех, кто готов защищать нашу родину. Задумку в жизнь удалось воплотить, подчеркнул губернатор Рязанской области. Если говорить именно про саму организацию набора по контракту, есть соответствующая государственная задача. Еще раз, выказать ее можно очень сильно по-разному. Можно подойти формально, можно работать на той инфраструктуре, которая была, а можно постараться уже создать что-то с соответствующим всем современным стандартам. По словам губернатора, при оснащении нового пункта использовались российские материалы и комплектующие, в том числе и те, что производят на территории нашего региона. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С 13 января следующего года обслуживать платные парковки в Рязани будет муниципальное учреждение техобеспечения. Ранее этим занималась компания «Ростелеком», срок договора с которой истекает в 2024-м. Постановление о новом операторе платных парковок подписал в Рио-мэре Рязани Виталий Артемов. Муниципальное казенное учреждение, получив статус оператора платных парковок, будет обязана оптимизировать парковочные места, а также следить за состоянием разметки и дорожных знаков, говорится в постановлении. В документе за подписью в Рио-мэре также перечислены платные парковки, которые перейдут к техобеспечению. Списки их больше 20. В Рязанском дворце торжеств открылась фотовыставка «Семья Николая II». В экспозиции 40 семейных фотографий последнего русского императора первую экскурсию по фотовыставке для журналистов региональных СМИ провела начальник главного управления ЗАГСа Елена Сорокина. Вы любите ходить в гости? Да. Конечно, все любят ходить в гости. Приходим в дом, особенно если это дом с традициями, и видим фотографии. Фотографии на стенах, фотографии на предметах мебели. А еще нам могут дать посмотреть семейный альбом. Атмосфера любви, верности и заботы друг о друге. Семья последнего русского императора – достойный пример для подражания, считают сотрудники ЗАГСа. Порядка 40 фотографий экспозиции рассказывают о том, чем жили царь и его близкие. Жесточайшая кризис семьи. Мы сейчас знаем, что порядка 80% современных молодых семейных пар разводится в ближайшие три года совместной жизни. Они обусловлены не только сложными социально-экономическими условиями в нашей стране, но и, конечно, духовным кризисом. Глядя на эти фотографии посетителей центрального управления ЗАГСа, вот этого здания на московском шоссе, я думаю, однозначно какие-то хорошие мысли будут разделять и вдохновляться вот этими фотографиями для того, чтобы самим тоже построить счастливую семью. Исторические фотоснимки предоставил Сретенский монастырь. По воспоминаниям современников, Николай II утверждал, что семья – основа всякого государства. Удивительная простота в общении, взаимная любовь и уважение, чуткое отношение к детям. Именно этого ждут от молодоженов организаторы выставки. Нам хотелось сделать подарок рязанцам и вместе с тем показать, какой может быть семья, если она основана на высоконравственных духовных началах. Думаю, что выставка при должном отношении родителей будет интересна и детям. Ну а что касается организованных групп, мы готовы проводить экскурсию. Естественно, на абсолютно безвозмездной основе. Для нас главное, чтобы счастливых семей в нашей Рязанской области становилось больше. Выставка – первый подобный проект для регионального ЗАГСа. Но если экспозиция вызовет интерес, то инициативу о семейных ценностях продолжат по всей области. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В этом году Димитриевская родительская суббота приходится на 28 октября. Это день особого поминовения усопших. Сначала в нем упоминали тех, кто погиб во время Куликовской битвы. Потом, с течением веков, традиция менялась. Как родительскую субботу стоит провести сейчас, расскажем далее. По народным поверьям, в Димитровскую родительскую субботу следует отложить физическую нагрузку и даже уборку по дому. Запрещается также злословить об усопших. Наоборот, следует вспомнить что-то хорошее. Православная церковь, однако, суеверия эти не принимает. Правильный путь молитвы. В первую очередь, это молитва. Приоритетно, конечно, это богослужение. Накануне вечером, в пятницу вечером, и в субботу утром. Лучше всего, конечно, в эти дни прийти в храмы, лучше всего в эти дни поминать усопших в храме. Следующий шаг – это по возможности посещения кладбища, но не в место богослужения. Согласно преданию, перед Куликовской битвой князь Дмитрий Донской посетил Троица Сергееву обитель. Там он получил благословение на сражение от Сергия Радонежского. Уже после победы он вернулся к своему наставнику – почтить память усопших. С тех пор это вошло в традицию. Со временем стали чтить память не только погибших воинов, но и всех православных христиан. Эта связь с нашими родственниками – это не просто какая-то дань культуре или традициям. Это живая и действенная связь. Мы через молитву можем помочь нашим усопшим. Мы по своей любви просим Бога простить их грехи, если ему это угодно. И вот эта наша любовь, вот эта наша молитва заключается в формат родительских суббот, в том числе одна из которых будет в ближайшее время. В наши дни на Дмитриевскую родительскую субботу принято молиться за упокой всех православных христиан – родственников, друзей, знакомых и за тех, за кого некому помолиться. Приоритетом в этот день будет не столько посещение кладбища, сколько служба в храме. Остальное – пожелания и возможности, как посещение кладбища и поминальное кушанье. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова